Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 12 февраля 2020 года. Мы несколько лет назад начали с мужем понемногу путешествовать. Но за эти несколько лет, за 4 года удалось побывать во многих местах по дороге в Крым, а также по дороге к северу. Отснято много материала, но физически невозможно всё сразу создать, показать и осмыслить все тайны. А тайн немало в каждом городке. И в этой серии я хочу вам показать небольшую часть города Задонска. После 1990-х годов этот город стал основным религиозным центром паломников, идущих в Иерусалим. Я совершенно не религиозный человек. Считаю, что когда-то крестоносцы насильно крестили Русь. Русь никогда не была варварской, дикой, отсталой. Это историческая диверсия, ложь. То, что Русь была дикой, отсталой. И примитивной языческой Русь и её народы не были. Может быть, были какие-то отдельные общины. Хотя это тоже надо доказать. Однако многие наши сограждане искренне почитают христианство. Я уважаю их чувства и считаю, как человек. А я есть человек. Что христианам следует уважать чувства людей, идущих путём знания. Для нас знания не умножают скорбь, а знания есть сила. Так нас учили в нашей школе, в нашей советской школе. И это истинная правда. Знание даёт силу и уверенность в своей жизни в завтрашнем дне. Мы посетили городок летом 2018 года. Лето, август, стояла прекрасная погода, и город очень понравился своим уютом. Конечно, мы посетили основную достопримечательность и место паломничества – Задонский мужской монастырь. О нём и его тайне речь пойдёт во второй части. Город стоит как бы на двух холмах. Что я заметила? Вот на двух холмах, вы знаете, что я занимаюсь засыпанными городами. Вернее, на одном холме стоит город, а на другом – Задонский монастырь. И старые дома, и монастырские здания – закопыши. А между ними нет насыпного грунта, глины или песка. Ну, песок там в низине есть, но он больше похож на песок с илом. То есть как будто засып шёл вот просто на город плюхнули и на Задонский монастырь плюхнули. Ну, или что там было до него. Или как он назывался. На самом деле это всё будет во второй части. Городок очень уютный, чисто русский, но не очень ухожен. Ну, как многие русские города, хотя этот город туристический. Многие дома уже оставлены или выселены, и судьба их, скорее, печальна. Видимо, нет достаточно жителей, чтобы привести дома в порядок, отремонтировать ещё крепкие старые краснокирпичные. Те дома, как мы любим, краснокирпичные старинные дома. Зелена, много клумб. Вот домик, в котором было когда-то салюты, и всё для праздника опустил. Заброшен, но ещё ведь крепкий, ещё крепкий краснокирпичный дом. Но так грустно, дом умирает. И праздники закончились, и салюты видимо. Вывеска только осталась. Там собака. И двести. Вывеска. 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 тихо 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 не ругайся не ругайся типично русские домики деревянный верх каменный низ орнаменты украшения и все это вторая половина девятнадцатого века есть дома которые стоят на бетонных плитах но бетон это старые дома тоже старые дома конца девятнадцатого века возможно что эти плиты они как бы одну поддержка дома неизвестно что там внутри как это все устроено возможности посмотреть нет только вот визуальный обзор снаружи но очень тепло от них идет от этих домов щемит просто душу когда смотришь на эти дома во время великой отечественной войны немцам не удалось взять задонск наши войска отбивали все атаки боишь ли рядом но все же удалось отстоять город и не допустить оккупационную немецкую власть не было полицаев как других оккупированных советских территориях зато сегодня есть отделение полиции и соответственно полицейские они обижаются когда их называют полицаями а почему это же правда отделение полиции на улице советской оксюмарон какой-то насмешка истории наши деды смотрят на нас и думают за что мы отдали свои молодые жизни чтобы на нашей земле опять появились полицаи полиция значит оккупация установил это за счет огромных народных денег господин медведев в 2011 году будучи президентом российской федерации несмотря на минимальную поддержку населения но собственно говоря население его не поддерживала а ему-то по барабану денег нет но вы держитесь из милиции сделаем полицию так наши доблестные милиционеры превратились в полиционеров по мановению волшебной медведевской палочки есть в городе еще достопримечательности памятник женщине-матери которая потеряла войну восемь сыновей мария фролова мы не знали в 2018 году про этот мемориал но решили еще раз съездить и навестить этот памятник и у меня и у мужа погибли деды на войне и для нас все что связано с этой великой отечественной войной свято поэтому я близко не подпускаю к себе и в обсуждение тех блогеров которые смеют говорить что не было ничего вам все приснилось сейчас такая тенденция пошла вот где-то четыре человека вот занимается вот этой пропаганды вот дворик заброшенного дома а еще кажется совсем недавно была здесь жизнь бегали дети женщины вывешивали сушить белье а мужчины сидели на лавочке за столом и играли в домино осталась лавочка под окном но стоит трава немятая нет никого кто бы пришел посидеть на лавочку отдохнуть на улицу посмотреть грустно все эти дома из нашего детства есть еще достопримечательность музей прессы он был закрыт я сфотографировала прямо на бегу почти надо было еще осмотреть монастырь и на город времени не оставалось но с какой любовью и фантазии оформлен фасад музея находящегося простом здании все фигуры оживают если чуть задержать взгляд на них прошлое с нами да прошлое с нами кто не помнит прошло не поймет будущего это бегло о городе спускаемся с одного холма следуя к другому к задонскому монастырю там есть свои тайны и нестыковки и двойное дно об этом мои исследования во второй части будет очень интересно я тебя лублу встречает нас надпись на пути хороший знак благодарю вас за внимание надеюсь я заинтересовала вас вот вот этой прелюдии к основной части фильма по задонскому мужскому монастырю с вами была галина конышева подписывайтесь на мои каналы заходите в группу вконтакте там у нас обсуждение тут всех вам благ